значит смотрите мы сейчас абсолютно разным составом очень разные представители компаний и это нам позволит немножечко поговорить о том что сейчас происходит в целом именно в тем мы с темой и чар она очень обширная начиная от набора заканчивая обучением начиная там от мотивации заканчивая демотивации что тоже знаете иногда вдруг проявляется как с ней там работать вот но мы сейчас еще раз то сигуржа ответил на вопрос на тему того хватает ли персонала и я мне важный момент не некоторым надо прокомментировать потому что коллеги действительно немножко с разными компетенциями то есть если игорь там лариса и адем они имеют возможности более четко отвечать на тему там и чар но с маргарита и с анастасией мы немножко с другими вопросами будем обращаться для того чтобы дополнить экспертизу нашей в итоге пленарки значит лариса мы с вами так регулярно видимся на мероприятии мы вчера там неоднократно копили дифферамбы светлане пироговой с ларисой так же за всех мероприятиях встречаемся отдельно и спасибо она одна из первых кто начинает спрашивать когда же будет следующее мероприятие вы нас приглашаете мы за ну на самом деле она очень здорово меня подбадривает частью того чтобы так все ниже нельзя мне надо уже точно заниматься четко программы и очень наполняете меня смыслом и спасибо большое видите ли вы явную нагрузку явность сложности с подбором персонала или в целом ценность работы повысилась и соответственно люди держатся за работу мы представляем собой региональные ритейлеры и хочу сказать что очень изменилась ситуация с прошлым годом вот общались с игорем до конференции критичной ситуации по персоналу нет да есть где-то неукомплектованность но это буквально составляет где-то 2-3 процента я считаю нормально что сделано было за этот год с нашей стороны вот все-таки хотела обратить внимание ваше на том что да хорошо зарплата хорошо правильная организация труда но мы запомнимаем о том что мы все люди что у нас есть внутри человеческая наша душевная составляющая и у нас своей стратегической сессии прошлого года в компании одна тема очень острая тема которую мы себе поставили цель стратегия это забота о сотруднике и вот сегодня хочу наверное рассказать немножко не о материальной составляющей а именно о мотивации нематериальной что было сделано у нас есть свой корпоративный сайт а можно я все-таки попрошу вот прямо конкретный ответ на тему того что изменилось ли то сам вам сейчас в целом хватает персонала нам сейчас работать нам сейчас комфортно работать почему вот опять же эта тема все равно завязана да есть где-то недокомплектация но возможность подработки возможность участия сотрудника и желание заработать потому что каждый сотрудник нашей сети знает предела зарплаты ее нет для это нужно личное участие поэтому эти вакансии легко закрывается подработка дополнительной который выставляется в нашем чате и каждый может увидеть где он может пойти подработать то есть не обязательно это должно быть именно твое производство ты с успехом можешь прийти и работать в другом производстве это очень удобно про мотивацию мы еще дальше поговорим расскажите как у вас сейчас обстоят дела с персоналом вы немножко отличаетесь от целом вот если мы говорим про ритейлеров у них там собственное производство у вас немножко другой бизнес в части ну как само производство наверное может быть серьезным образом не обращая не изменяется но все-таки ближе к ресторанной истории вот как у вас сейчас персоналом именно на собственном производстве особенно на питерском рынке где столько всего готовят на ресторан в ресторанах магазинах здравствуйте уважаемые коллеги значит прежде чем ответить на вопрос я бы хотел заглянуть вглубь всей этой ситуации да если взять вот советскую историю производственников то была очень хорошая тематика это как выращивание кадров этим занималась государство система обучения подвязывалась к тому что были определенные пт у колледжи до которые готовили специалистов дальше на предприятиях формировала формировалась структура преемничество наставничество да то есть кадры растила за нас государства когда эта структура она еще ехала на тех старых лыжах не смазанных до середины нулевых и когда эта структура в общем-то была разрушена государство сказала все баста мы этим заниматься не будем давайте-ка вы сами и середины нулевых начали развиваться вот как раз институты и чар которые начали предлагать различные тренинги различные там модели как все таки выстраивать эту структуру и могу сказать что в принципе вот мы в пирогом дворике эту структуру сейчас активно выстраиваем мы с этим работаем у нас работает и хорошо развивается система наставничество система преемничество то есть мы как раз вот переступили ту черту когда вот мы набирали готовые кадры или неквалифицированные кадры и в основном очень многие предприятия в питере кстати стали грешить тем что вот когда старая вот это вот гвардия уходила до набирали из ближнего зарубежья и на таких предприятиях сейчас могу сказать что очень много специалистов как раз работает неквалифицированных из ближнего зарубежья и с ними больно расставаться потому что они все знают мы сейчас эту историю на самом деле победили то есть у нас хорошо хорошо развита система мотивация система вот именно наставничество преемничество и здесь вот я соглашусь с игорем старосельским вот вы мой новый кумир мы с вами очень близки по ценностям здесь очень важно чтобы когда существует вот эта система наставничество очень важно чтобы персонал чувствовал всегда лидера который всегда появляется в халате на производстве который может подойти спросить слушайте чем вам помочь я вижу вы задыхаетесь давайте с вами встану да достаточно вот пять минут с ними поработать и он говорит слушайте все все я понял я сейчас сделаю и он начинает работать в два раза быстрее не знаю почему это так работает на это работает именно так поэтому вот не знаю как я ответил на вопрос или нет но здесь на самом деле комплексный подход важно знать всех сотрудников в лицо городка хватает или не хватает хватает все в порядке это замечательно но этот вопрос а все-таки о том что знаком все равно вот и чар-бренды он есть у компании что без этого мне кажется уже теперь невозможно да каждый просто с этим по-разному научился бороться спасибо большое короткий такой же вопрос анастасия если вам не трудно здесь помогите нам вы как человек который как раз отрабатывает запрос руководители собственного проекта вашего вас много чего вот вы сейчас видите мы понимаем что вы уже немало ответили нам на вопросы касаемо маркетинга хватает ли сейчас коллег успеваете ли вы закрывать заявки и если не хватает то кого на ваш взгляд есть направление по которым но не хватает это достаточно узкие на специализации такие как раз таки фарш составители обработчики рыбы и в текущих реалиях мы пересматриваем нашу мотивацию как материальную так и нематериальную для того чтобы привлечь этих людей и как вот предыдущий спикер говорил по поводу роста выращивания собственно сотрудников мы как раз таки тоже этим занимаемся потому что текущие учебные заведения которые могли бы нам предложить таких специалистов этого не делают поэтому в наших интересах растить самих нам своих сотрудников ну и мы таким образом плавненько подходим к маргарите маргарита на самом деле человек который завтра на том числе будет встречать на гастро академии станфуд она как раз руководитель проекта торговой сети метро и вот у вас вообще своеобразный взгляд получается вы видите всех тех людей которые в итоге обучаются то есть вы им помогаете переподготовку делать вот вы фактически вот если посмотреть как это сейчас говорил вы фактически отвечаете на тот запрос который есть у профессионального сообщества расскажите чуть-чуть поподробнее с одной стороны про этот проект естественно мы приглашаем чуть погодя там появится киркот вот и как вы видите отношения как вы видите среди вот разговоров и кулуаров людей которые у вас обучаются это из фасоли коллеги также да я так понимаю обучаются как они в целом по россии отвечает хватает ли не хватает специалистов и как это изменилось за год если вы это можете подсказать но вообще пандемия внесла конечно же большие корректировки в количество персонала которое работает в общественном питании или работает в других направлениях то есть много людей уехала из крупных городов уехала свои небольшие города либо уехали ближние зарубежья откуда приезжали к нам ранее поэтому как сказал спикер вот заранее о том что ранее действительно существовала система наставничества и вузы и обучающие заведения готовили персонал сейчас к сожалению этот отсутствует поэтому мы работаем по двум направлениям мы работаем как с текущим персоналом и повышаем его квалификацию то есть так называемо закрываем какие-то узкие потребности работаем с бизнесом по потребностям мы работаем с холдингами крупными ресторанами работаем с фабриками кухонь с производствами если есть например какая-то большая сеть которая хочет обучить свой персонал и научить нескольких бренд-шефов или нескольких специалистов одинаковым навыкам они обращаются к нам и мы подбираем преподаватели составляем программу обучаем и люди уже уезжают с одинаковыми знаниями например в разные города если это сеть в разных городах также в москве находится 35 учебных заведениях связанных с пищевым направлением их довольно таки много но к сожалению многие из них не имеют практической работы то есть есть хорошие кухни отстроенные но нет финансирования на продукты поэтому ребята изучают например разделку рыбы по книге и никогда ее за время своего образования не держали в руках поэтому мы делаем такие программы которые помогли бы им окунуться в настоящую работу до пройдя через нашу школу через нашу академию получив знания практические уже навыки например у нас был опыт работы с триста им колледжем в сентябре прошлого года и ребята действительно там по выходным учились у нас в будни учились у себя они получили за эти выходные больше знаний и навыков практических чем они получили за три года образования у себя и все трудоустроились потом по профессии потому что мы общаемся много со студентами и многие из них хотят быть управленцами никто не хочет работать идти на кухню руками потому что они просто не знают как это и отсутствует мотивация и наверное привлекательность данной профессии поэтому мы с коллегами активно работаем над тем чтобы как раз повысить квалификацию повысить заинтересованность в том чтобы люди работали руками кондитеры пекари повары работали на производствах и у нас есть много таких кейсов когда мы просто трудоустраиваем после своего обучения людей с нуля работать куда-то на кухне а игорь есть такая вот у меня прям да да я вижу да ни один управленец ни один толковый управленец не взлетал в небо сразу ни один сказала им тоже самое сказала кому я заканчивал обычный колледж моим первым этапом я технолог у меня повар потом бармен потом технолог и дальше рост ни один но важно понимать что мы уже работаем с новым поколением у них совершенно другое мышление они всего хотят сразу они не хотят почувствовать это руками их можно вовлечь но не заставить и на данный момент я я считаю что повара можно научить можно учить главное чтобы на руке были все пальцы все остальное со всем остальным можно справиться а вот найти профильных адекватных технологов которые будут решать задачку не с одной стороны у меня себестоимость а учитывать технологические особенности как это потом повара будут реализовывать их в москве меньше десятка и если из этого технолога дальше вырастить операциониста вот тогда и пойдет то что мы хотим а колледжи которые сейчас выпускают ну останкинский царицинский это бывшие техникуме еще со времен ссср техникумы которые стали колледжами которые начали направлять на высшее образование уже в плехановский академии в плехановской академии оттуда не выходит повара оттуда выход технологи и только единицы из тех кто отучились дальше идут в профиль я до сих пор общаюсь с моим деканом с плехановской академии уже сколько лет прошло но мы каждый год с ним общаемся я говорю если есть кто-то вот потенциал у кого-то вот первый курс дай дай мне его сейчас он не больше чем за 10 лет ни одного не дал потому что все приходят и хотят сразу не мы не пойдем работать на землю мы сразу полетим в космос ну нет ребят так не бывает игоря и тоже тема образование близко но опять же давайте мы скажем сейчас учат по тем же самым учебникам что учили нас новой литературы нет нет они учат блоками технологии отводятся совсем минимальные часы мим 300 было есть и будет мим 600 безусловно технологии идут вперед сувиду да ему ни в одном техникуме научит и не нужно это нужно знать что мясо кладется на горячую сковородку а не на холодную частично безусловно практика нужна но все зависит от человека если человек молодой девушка хочет и четко ставит свою далекую цель она и по книжке получит то что дальше будет применять на практике практика безусловно нужна то что учит на старых учебниках да но интернет общедоступен тот кто хочет он найдет информацию которая ему нужна но опять же ценность нашей профессии давайте скажем повар раньше это было как звучало гордо торговля повара сейчас она обесценена поэтому каждый кто пришел он заявляет я технолог ну наверное не не обесценена а недооценена вот я бы наверное так квалифицировал да потому что тоже поработал поваром прекрасно понимаешь что это такое стоять у плиты 12 часов а на следующий день опять 12 часов а бывает еще и нужно выйти на подработку но каждому свое и так как я пришел в рынок ритейла с хорики я очень хорошо знаю рынок хорики изнутри я могу сказать то что есть ребята которым не хотят идти дальше технологии они вышли вот им нравится готовить они нашли свою нишу и они понимают что они даже в рамках этой ниши на должность шеф-повара могут зарабатывать намного больше чем самый крутой технолог ну а здесь уже с целом задача в том числе и нашего сообщества подкачивать какими-то инструментами самом деле вот про к вопросу о книжке вот знаете помните в начале я сессии сказала о том чтобы у нас вот материалов от 25 появилась там хотя бы до 200 отец смотрите кто у меня поактивнее станет но знаете у нас уже реально практика есть когда мы выходим на книжке и может мы действительно своим сообществом создадим что-то то что действительно вам будет помогать и отдельно буду желать чтобы у нас например какая-то базовая площадка появилась в том числе и у вас почему мы нет вы знаете как это дорогу находит идущий и в конце концов мы найдем какие-то варианты но еще раз я со своей стороны чем могу буду пытаться помогать быть вот тем хабом да где можно собирать информацию но коллеги нам надо уже с вами делить вам надо уже делиться мы все с таким опытом и чтобы появлялись новые звездочки которые ну будут тянуться к кумирам например да соответственно их тоже нужно чем-то заражать заряжать давайте мы сейчас немножко буквально немножко про материально материальную мотивацию буквально опять же коротко вот сочетать или что приоритет ставить материально-нематериально у вас вот есть как бы небольшой кейсик я понимаю да ларис вот что у вас сейчас происходит части не материальной мотивации чтобы оставаться ценными для своих сотрудников почему вот первым когда начала говорить я сказала а не материальной мотивации потому что я сейчас уверена спроси наших сотрудников вопроса заработной плате не стоит как мы это решили для этого был мозговой штурм собрался линейный персонал те кто активные со всех производств у нас их 34 и мы пригласили и мы просто сели и посчитали все плюсы и минусы работают нашей сети и чтобы хотели и услышали как говорится глаз народа у нас на сегодняшний день для региона достойная зарплата для того чтобы человек вот был активный тот кто хотел заработать у нас есть уровне это дополнительные надбавки то есть приходишь ты у тебя есть оклад и премиальный какой-то фонд который распределяется но если ты активный если ты показываешь свою работу по производительности делаешь дополнительные какие-то операции идешь другой цех это уже присваивается уровне у нас есть аттестационная комиссия ну скажу все таки ну четвертый уровень это плюс 7 тысяч ежемесячных зарплате это очень хорошо считаю поэтому вот то что денег основных тема закрыта а не материальной мотивации любой из нас здесь сидящих хочет быть услышанной поэтому нужно давать возможность чтобы они выговаривались чтобы они говорили твои проблемы и здесь хорошо работает обратная связь ее надо слышать ее нужно слушать да в каждой обратной связи есть рациональное зерно кто-то во время знаете спылил характером что-то настрочил написал но от вот собирая по крупицам можно понимать опять же не все застряно работой работа это часть нашей жизни жизни кто не отменял поэтому надо давать что-то нематериальное у нас вот знаете проходит конкурсы среди своих сотрудников и вот последний конкурс который проводила было предложение победителям поехать в сочи экскурсия или в питер все единогласно выбери выбрали питер насколько это душевно активно они до сих пор об этом говорят и даже сейчас вот обучение было существ наших которые говорят сделайте нам конкурс мы тоже хотим то есть им не интересно то есть тот кто участвует конкурсе сразу четвертый уровень плюс 7 деньги уже не завязывают мы хотим понимаете эмоций дополнительных радостных эмоций когда человек в хорошем настроении когда у него есть этот внутренний заряд он а может творить тот кто пришел с опущенной головой мы понимаем и вкуса не получим уже нашей продукции поэтому где-то нужно шевелить вторая тема может кому-то зайдет вот скажет ну сумасшедшие занимаются какими-то игрушками новую себе сделали игрушку мафия мы по пятницам играем мафию предварительно игра очень хорошая логическая игра и мы играем в нее то есть течение недели можно записаться я показывала вот сайт есть сайты свои корпоративные запись идет ограниченное количество пожалуйста это возможность общения и вот с коллегами общались тоже очень классно работает все сотрудники офиса минимум три дня в год должны отработать стажером обычным сотрудником на магазине на производстве поверьте но нам-то ладно мы департамент собственного производства но когда идут рекламщики айтишники еще кто-то вот понимаете аналитики и у которых а потом после этого глаза и они дают обратную связь это тоже помогает правильно складское хозяйство где это есть предложение вот пришли они как новички а им это некомфортно неудобно вот здесь надо заменить это на самом деле классно когда люди а есть живая связь обратная она высказывается у нас построена так компания что любой линейный сотрудник может обратиться к собственнику компании при том что в нашей компании порядка 8000 человек и он будет услышанный есть такая возможность это дорогого стоит спасибо большое делайте события коллегам квизы мафии не надо думать что это не применимо неприменимо к нам особенно понятно что вы тогда все одно удаленку не выходили вам никуда не деться все вы так и продолжали работать у нас вся практически компания работает на удаленке и вот такие вот истории тоже только в режиме онлайн до сих пор проводится не знаю нас в итоге еще вернемся мы по обратную историю но это уже отвлеченная история эдем сейчас начнем с вас еще один вопрос который ну так час минуту а на тему нематериальной мотивации есть еще что так и и сейчас говорили я ну это это не тайна да но это то к чему вот мы в этом году хотим прийти нематериальная мотивация вот нас огромное количество сотрудников есть офисные сотрудники руководящий состав middle management повара уборщицы и в какой-то момент мы сели с командой подумали а ведь у всех у нас есть дети и кажется что если мой ребенок я все ну я всегда пытаюсь транслирую через себя если мой ребенок у меня задавал вопрос а где ты работаешь и что ты делаешь а у меня нет возможности показать то у меня все равно дистанция остается и мы подумали о том чтобы в этом году сделать шажок к экскурсиям для наших сотрудников с детьми чтобы дети могли зайти да это будет определенная программа там есть свои требования безопасности и пищевой безопасности но если маленький мальчик увидит где работает его мама и что она делает а потом когда они с мамой придут в магазин и увидят в этом магазине продукцию которую делала его мама то и мальчик будет четко понимать зачем мама ходит на работу и у мамы гордость будет за то что она делает это тоже удержание это тоже мотивация к этому надо это на все может смотреть совершенно разных сторон если вас что-то дополнить на тему не материальной мотивации но здесь что можно дополнить у меня очень сильные дискутанты здесь остается сказать да вы да вот я с вами согласен полностью и на самом деле деньги конечно важны но они не играют определяющую роль для персонала показатель если его оцифровывать да как вы относитесь к персоналу для вас лично как для руководителя это ваша текучка вот с пирогового дворика собственного производства не уходят выгоняешь не уходят иди домой это как раз показатель того что сотрудника все устраивает это показатель того что здесь играет роль не материальная мотивация я не могу сказать что мы там платим миллионы рублей да как многие производственники они не могут платить миллионы это не нефтяной бизнес это не энергетика здесь играет как раз таки ситуация с ценностным поведением в компании начиная от самого первого уровня и заканчивая там высшими руководителями да и здесь играет еще роль построение командного духа и это тоже на самом деле строится от самого низа до самого верха мы уже завершаем немножко вы по времени знаете я хочу чтобы сейчас коротко каждый из вас немножко мне помог еще в одном вопросе обозначить сотрудник собственного производства должен быть универсалом или специалистом как мы сейчас это видим вы знаете в рамках вот современных построений модели до собственного производства мы сейчас все приходим к тому что это скорее универсалы но в разрезе определенных каких-то цехов да то есть бывают такие ситуации когда нужно какой-то тот или иной участок усилить и здесь помогает универсализм но есть разный подход да то есть есть подход именно практически это когда внутри цеха а есть проход именно теоретически это когда вот организация самого процесса организация процесса требует конечно именно подхода с точки зрения специалиста а практический метод он именно требует больше универсализма, и здесь я на самом деле вот на стороне... За вариант универсал. Лариса? Естественно, все мы хотим, чтобы работник был универсал, умел делать все. Но полностью согласна, что все-таки должны быть специалисты. Хотя бы кондитерское производство. Каждый может выпечь полуфабрикаты, сделать крема. Но сделать шедевральный заказной торт, извините, для этого нужны голова, руки, еще душа. Поэтому специалисты, узкие специалисты, они все-таки остаются, и они будут. Спасибо. Игорь? Я тоже считаю. Ну, я немножко все-таки нужно вернуться назад, то, что я больше про фабрику. Это все-таки производство, которое масштабное. Однозначно специалисты, потому что производительность, качество на крупных производствах, которые работают с большими объемами, это должны быть специалисты. Ни один повод мясного цеха, не переместив его на упаковку, что мы получим? Половинку производительности, может быть. Маргарита, как к вам приходят, с каким запросом? Да, к нам как раз приходят с узкими запросами, поэтому я здесь поддерживаю предыдущих спикеров о том, что нужно узкие специальности какие-то, и растить специалистов, знающих хорошо какую-то одну область. То есть, конечно же, наверняка хорошие специалисты, которые знают все на кухне, но там специалист по паназе или какой-то специалист отдельно по мясу или кондитерский, да, какой-то шедевральный, который может тоже, кондитерка может делиться на очень много различных областей, еще узких специальностей. Поэтому у нас программы заточены именно на закрытие узких потребностей. Спасибо большое. Анастасия, кого у вас чаще спрашивают? На самом деле, потребность всегда, ну, соглашусь с коллегами, изначально в специалисте, который бы пришел и знал бы продукты, что с ним сделать. Но в рамках нашей компании люди, которые приходят и начинают работать, допустим, на мясе, в итоге в процессе своей работы они знакомятся с разными видами мяса, с разными видами операций. И то есть у них не остается шансов не стать универсалом в итоге. Они становятся профессиональными специалистами в конкретной своей области, которые могут работать и с тем, и с другим, и с третьим в рамках своего направления. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok